Как вы делаете за 2-3 месяца подготовку и менеджмент мягких тканей? Я, честно говоря, редко видела такие работы, если честно. Мало кто этим занимается. Но есть очень такие хорошие доктора, добросовестные, которые это делают. Все они предназначены для того, чтобы увеличить вестибулярный объем ткани. Иногда это требуется... Почему? Кто-то, конечно, совмещает. Если вы сразу будете давать нагрузку, эту технику можно совместить с имплантацией. То есть если у вас сразу будут формирователи, аббатменты, коронки, если у вас будет уже зона, в которой будет все формироваться и заживать, то можно сделать это сразу. Это не криминал абсолютно. Здесь есть два варианта. Вы можете отрезать все вместе с небом. Полнослойно доэпитализировать вот эту поверхность. Все. Подвернуть лоскут. И вот туда на вожжах его просто ушить. Здесь все закрыть коллагеном и отправить его заживать. В этом случае, если вы при этом поставите имплантацию, формирователи или аббатменты и временные коронки, заживление будет намного лучше, быстрее. И сосочки вот здесь восстановятся очень хорошие. Потому что за счет неба у вас очень хорошие, будет богатая такая толстая десная биотип. Вы очень резко поменяете в данной зоне, да, аугментации. Я не рекомендую полнослойно, но все-таки тоже, исходя из сострадания к пациенту, расщепитесь вот здесь. Возьмите и вот здесь расщепитесь. Сделайте вот этот эпителиальный здесь надрез. И расщепите. Оставьте ему вот этот эпители миллиметра полтора. У вас со всех сторон вообще будет красота. Если потом понадобится, вы сможете сделать еще, если что-то у вас будет в порядке с сосочками, у вас здесь будет очень много ткани, поэтому вы еще сможете репозировать сосочки, как Патрик Палач и все что-то придумать. Но скорее всего, что ортопедическими конструкциями вы смоделируете все уже заранее, и у вас все будет в порядке. Есть стандартная методика с полнослойным лоскутом. А новые модификации и последние все-таки они с расщепленным. И все сейчас стараются делать с расщепленным. Я такую методику делала без установки имплантатов. У меня был пациент, который не хотел имплантации. Ему потом сделали просто мастовидный протез. Это был передний участок верхней челюсти. У него была утрата такая приличная атрофия костная, атрофия мягких тканей. Поэтому у него был хороший эстетический результат. Но еще вот, когда я не знала о том, что можно было расщепиться, я уже тогда, это было 7 лет назад, я расщепилась. Все равно мне было очень жалко моего пациента. Я расщепилась. У нас получился очень хороший с ним результат. Несмотря на то, что он не очень хорошо вел и нарушал глиену. По сей день, в общем-то, я его наблюдаю. И все стабильно. Несмотря на то, что, конечно, идеально там было бы поставить имплантаты, чтобы не было атрофии костей. Ну, не всегда это получается. Поэтому такой тоже метод выбора. И вторая методика – это соединительной тканью и консплантантом. Ну, у нее тоже много защитников. Я вам ее расскажу. Будущая зона ваша, в которой вы будете устанавливать имплантат или одновременно. Ну, для тех, кто уверен вообще в своих мануальных навыках, я все-таки советую делать это одновременно, потому что столько операций для пациента, мне кажется, все-таки это очень травматично. Выполняется необытная разрезность на верхней челюсти. Отслаивается лоскус. Вот здесь, кстати, можно сделать не вертикальные швы, а интросолликулярные. И не делать вообще никаких разрезов, кроме как внутри бороздковых. Отслоится еще, например, на плюс два зуба, чтобы была хорошая мобилизация. У вас здесь будет карман. Смоделируете себе вот такой кармашек. Возьмете соединительный тканый расщепленный трансплантант, не полнослойный, а расщепленный трансплантант небный. Засунете его сюда, на возжиках ушьете, пришьете, и вот у вас будет объем ткани. Ну, как бы. Имеет право на существование, методика работает. Она, естественно, хорошее питание имеет здесь, за счет того, что она пришита сразу к накосничному полноценному лоску туда. Никаких, в общем-то, особенностей. Ну, вот есть такие. На верхней челюсти, можно сказать, снега. Это, наверное, более актуально для нижней челюсти. Ну, так на нижней челюсти вы тоже с неба же возьмете? Ну, свободный, да. А здесь, когда есть неба, то лучше слои повернуть. Вот, поэтому я говорю, что да, я вообще больше люблю все лоскуты, которые имеют питание. А на нижней челюсти, если не брать с неба, то что можно сделать? Сейчас. Мечет. Идем. На нижней челюсти мы всегда, конечно, сталкиваемся с огромным сожалению к недостатку ссоральной поверхности кератинизированной десны. Но если она у нас там есть, и вдруг случилась рецессия, да, или вы хотите закрыть лунку. Например, вы поставили имплантат после удаления зуба, а первичной стабилизации не получили. И в таком случае вам придется ушиваться, а мягких тканей вам просто вообще нет, потому что, например, зуб был там какой-нибудь пардонтитный, четвертой степени подвижности, жуткий, с таким вот костным дефектом, который высыпали, наращивали, что-то еще. В таких случаях есть методика, называется шарфик. Но это, на самом деле, методику тоже модифицировал. Это было радски придумано, модифицировал ее уже потом все, кому не лень, итальянцы его много. Мы с ней работали. Вот у вас зона вашего интереса. По сути, это дефект. Вы, вот гребень. Если мы сейчас будем говорить такое же, можно делать для верхней челюсти. Для верхней челюсти более даже прогнозируемо, потому что там вы точно расщепитесь, у вас есть объем для забородка. Вы делаете разрезы. Сюда вот так вот подводите. Здесь вы отслаиваетесь скальпелем от кости. Делаете вот такой еще один разрез. Разрез только эпителиальный. Тоже отслаиваетесь. Выполняете вот эту методику. На всю длину расщепляетесь. Разрез у вас здесь полнослойный. Ну и можно здесь сделать его тоже за удобство. Потихоньку я рекомендую расщепляться от дистальной поверхности. Так удобнее просто будет. Потихоньку ведете сюда вот этот трансплантант. Вытаскиваете, как шарфик продеваете его сюда. Здесь у вас все отслойно, но только так, чтобы это было карманом, чтобы максимально у вас не было утраты. И этот шарфик на вашах фиксируете в вестибулярном участке. И таким образом вы закрываете вот этот дефект слизи. То же самое можно сделать на верхней челюсти. К сожалению, не всегда можно имплантат стабилизировать таким образом, чтобы его можно было сразу же закрыть или формирователем, или временной карманкой. Всякие бывают ситуации, даже у молодых пациентов. Бывает, что у них такая костная лунка после удаления, которая не сгустка, ничего вообще, сухая, такая нежизинственная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok